А его история началась еще в позапрошлом веке, более 170 лет назад. А сейчас это крупнейший финансовый институт страны. Речь о Сбербанке. 20 тысяч его филиалов и отделений расположены на всей территории страны. Чувашия не исключение. Накануне глава Чувашии встретился с председателем Волговятского банка Сбербанка России Сергеем Мальцевым. Репортаж смотрите далее, а я с вами прощаюсь. До завтра. Приветствую, родной Чувашской земле. Приветствую. Здравствуйте. Вот так лично глава Чувашии с председателем Волговятского банка Сбербанка Сергеем Мальцевым встречаются регулярно. Для республики Сбербанк не просто предприятие, а ключевой партнер. Этот статус банка подтверждают цифры. Конкуренция наступает. Тут практически другие банки. Но по всем данным, которые я посмотрел, мне в проспекте тоже представили, в принципе 60%, не меньше 60% населения доверяет Сбербанку. Это хорошие показатели. Нельзя снижать. А мы, органы власти, будем создавать одинаковые условия для развития всех банков. Иными словами, за Сбербанк люди голосуют рублем. Впрочем, банк не только качественно обслуживает население, но и активно инвестирует в экономику региона. Нет, проекты, они на сегодняшний день уже в работе. Вы знаете, что в этом году мы совместно с Сбербанком, с нашими бизнесменами, ввели эксплуатацию кирпичный завод. Новый, современный, на 60 миллионов штук. Молочный завод, ядрый молоко. Это кредитная линия была Сбербанка. Получают кредиты в Сбербанке и строительной организации Чуваша. Это сотни миллионов и даже миллиарды рублей. Но рассчитывать на помощь могут не только крупные компании. За 9 месяцев этого года мы инвестировали в бизнес наших партнеров, пропредитовали на 15 миллиардов рублей. Это практически более тысячи предпринимателей получили поддержку банка. Наши клиенты, конечно, самые лучшие для нас клиенты. И я считаю, что мы смогли создать новые рабочие места. Наверное, это самое главное. И самое интересное не только в крупном бизнесе. Это и малое предпринимательство, это и стартапы, предприятия, созданные с нуля. Это и бизнес в области, допустим, сельского хозяйства, личные подсобные хозяйства. Темпы сотрудничества планируется только наращивать. Сергей Мальцев отметил. Планов и интересных проектов впереди очень много. Продолжение следует...